Из полутора миллиардов федеральных субсидий Минстроит, увы, передано 354 миллиона. Из них более 80 направлено на завершение строительства многоквартирных домов для детей-сирот. Вопрос квадратных метров для детей-сирот наконец сдвинулся с мертвой точки. Так, строительная компания ООО «Прогресс» начали стройку по улице Иркутска. На завершение строительства конкретно этого дома из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей. Здание было построено до второго этажа. Новый подрядчик за неделю успел возвести еще один этаж. В настоящий момент по данному контракту проплачен аванс в размере 30%. 18,5 миллионов работы в настоящий момент ведутся. На объекте работает 12 человек. В общем, по строительным монтажным работам предусмотрено порядка 48 миллионов. И с внутренними инженерными сетями. Это водоснабжение, канализация, топление, электроснабжение и все остальные коммуникации. Всего в этом трехэтажном доме для детей-сирот будет подготовлено 24 двухкомнатные квартиры и 24 однокомнатные. В списке получателей бесплатного социального жилья 48 человек. Третий этаж закроем, потом уже будет утеплять будем. Потом уже после утепления перекрытий третий этаж будет кровельная работа. После кровельных работ будет внутренняя работа. В настоящее время идет монтаж электромонтажной работы. После электромонтажной работы мы приступим к отделочным работам. После отделочных работ будет чистовая отделка. После чистовой отделки будет сдача объекта. Два точно таких же многоквартирных дома для детей-сирот, строительство которых практически завершено, планируют сдать в октябре этого года. А этот дом по Иркутской номер 2 будет заселен ближе к маю следующего. Алдынказ Буян Чайхан Донгак, Азамат Очур, Тува, 24.